Знакомство с разными версиями хадиса, знакомство с дополнениями, осведомленность в этом. Кто больше всего имеет вот эту вот счастливую возможность? Быть осведомленным с этими добавлениями, версиями кто? Ахлюль-хадис. Люди хадиса. Люди хадиса, то есть ученые хадиса. Если взять книги Мазхаба, книги Фикха по какому-то Мазхабу, то мы можем встретить там некоторые доводы. Да, но это будет одна какая-то версия, одна из версий. То есть есть хадис, и там приведут тебе только какую-то одну из версий этого хадиса, и на этой версии построены все хукмы там. И при помощи этого опровергаются другие, которые не согласны потом с этими выводами. А выводы сделаны только из одной версии. И занимают какую-то позицию в каком-то религиозном вопросе на основе какой-то только версии из ряда версий хадиса. А если у тебя есть возможность знать все версии хадиса, знать эти добавления, то тогда для тебя этот вопрос, он станет ясным полностью. То есть уйдут какие-то проблемы в понимании. Вы понимаете, о чем я говорю? Одно дело из многих версий взять одну, вот например из этого хадиса, если мы взяли только версию, да, пусть совершит вуду. Какой бы вы сделали вывод, что совершить вуду вадьб. И нельзя спать без вуду человеку, у которого состояние джанаба. Верно? И возьмешь эту версию, на нем построишь шок, и будешь спорить с людьми, и говорить вадьб. А если ты знаком с версиями хадиса, с добавлениями, то вопрос тебе становится ясным, полностью уходит эта проблема. Уйдет вот это вот разногласия сильные, которые есть между людьми, между разными последователями разных мазабов. Есть разногласия. Уйдут вот эти вот разногласия. Поэтому наиболее полно получить вот эту вот возможность великую, быть осведомленным со всеми версиями, со всеми добавлениями, имеет кто? Такую возможность? Аглюль-Хадис. Аглюль-Хадис. Поэтому, поэтому Талиб-Уль-Ильм, ему необходимо уделять внимание хадису. Ни в коем случае не пренебрегать хадису. И риваятам, разным версиям хадиса, знакомиться, изучать сунну, изучать асар. К сожалению, есть серьезное нежелание у людей отказ от этого, от изучения сунны, от изучения версии хадиса, от изучения асар. И поэтому мы видим, что во многих вопросах очень многие не находят правильного решения. Из-за чего? Из-за их неосведомленности с версиями хадиса и добавлениями в тех или иных версиях. Из-за чего? Это все из-за отдаленности людей от хадиса, отдаленности от их асара. Поэтому всегда ахлюль-хадис, ахлюль-хадис, они ахлюль-хакх, они люди истины. Они в вопросах разных, они всегда ближе к правильному. Об этом говорит имам Ахмад, рахима Аллаху Та'аля. Он говорит, что в фильме «Саэль» в вопросах ближе всего к истине. Кто на истине это ахлюль-хадис? И об этом же говорит Шеху Лисаму Тайми. Об этом говорит целая группа ученых. Он говорит, я каждый раз, когда изучаю слова ученых, ну то есть по какому-то вопросу, начинаю изучать слова ученых. Кто что сказал? Я всегда нахожу, что мнение ахлюль-хадис всегда самое близкое к объективности. И что оно правильное. Поэтому самыми правдивыми в знании являются кто? Самыми правдивыми являются слова кого? Слова ахлюль-хадис. Самый сильный довод бывает у кого? У ахлюль-хадис. Самый правильный довод у кого? У ахлюль-хадис. Больше всего доводов у кого? У ахлюль-хадис. У ахлюи-хадис, у них мало слов, но много текстов, много доводов, много делилий. Поэтому посмотрите Бухари, рахима Аллаху Та'аля. Он называет главы. название глав у Бухари что такое? Это выводы. Как вот мы с вами делаем выводы из хадиса. У Бухари название глав это выводы. И вот он называет главу, посвящает ее какому-то небольшому вопросу. Вроде бы вопрос простой, но он упоминает под этим названием 5 или 6 или 10 доводов. По одному только вопросу. Мало слов, но много доводов. Коротенькое название главы и потом приводятся доводы. 5, 6, 10. Например, говорит глава по поводу слов Аммаба'д. Ну вроде такой простой вопрос. Человек хочет что-то сказать и говорит Аммаба'д, а затем? После предисловия говорит Аммаба'д, а затем. И вот он называет главу. Глава Бухари называет Аммаба'д. По поводу слов Аммаба'д. И после этого упоминает 6 хадисов. 6 хадисов по поводу Аммаба'д. Вот этому вопросу. Казалось бы простому вопросу столько доводов. То есть слов мало, но много доводов. В отличие от других, которые далеки от хадиса. У них мы наоборот. Читаешь? Много-много слов. Много слов. Много рассуждений. А упоминает потом довод. Смотришь, что он напоминает? Четверть довода. Четверть довода. Или приводит слабый хадис. Или приводит хадис, но с трудом, с трудом он может быть что? Поднят до уровня, что это неплохой хадис, но может быть как-то, может быть принят с трудом. А столько слов подтверждается за четвертью довода или слабым хадисом. Вот это вот разница. Вот это огромная разница между светом, который есть в сунне, светом, прямым наставлением, прямым руководством, которое есть в сунне, и между мнением и словами людей. Поэтому искатели знаний должны все время быть сунной. Все время будьте сунной. Придерживайтесь сунной. Если ты будешь придерживаться сунной все время, все время будешь с хадисом изучать хадис, то как будто бы ты с пророком будешь все время. Те, которые изучают религию вот так вот просто по книгам, по книгам фикха, где нет доводов, где нет. Сказал пророк Али Саратул Салам, сказал посланник Аллах, сказали сподвижники. Такого оживления сердца, такой живости сердца, такой близости к сунне нет у человека. А ты, когда изучаешь сунну, и все время ты с этим, то ты как будто с пророком Али Саратул Салам все время. Поэтому Шафии говорит, смотрите, какие великие слова у Шафии. Он говорит, когда я вижу какого-то человека из асхабу аль-хадис, из людей хадиса, как будто бы я вижу человека из сподвижников пророка Али Саратул Салам. В другой версии от имама Шафии, он говорит, как будто бы я увидел, говорит он, пророка Али Саратул Салам живым. Когда я вижу человека из людей хадиса, как будто бы я вижу пророка Али Саратул Салам живым. Почему? Потому что человек, который все время говорит тебе, сказал пророк Алисаратус, который воплощает суну пророка Алисаратус, как будто ты видишь сподвижник. Да, они, эти люди, не сопровождали пророка Алисаратус, они не являются его сподвижниками на самом деле, не были с ним, не присутствовали с ним самим, но они бывают с асарами, со следами от пророка Алисаратус, с преданием от пророка Алисаратус, как бы с дыханием от пророка Алисаратус. И Шафель сказал, если бы не люди хадиса, ученые хадиса, мы бы были продавцами фула, фула, бобы вот этих, которые любят там в Египте, в тех местах, мы бы были продавцами фула, то есть ничего бы у нас не было, ничего бы мы не стоили, если бы не ученые хадиса. То есть Ахлюль-Хадис, они как сподвижники праукали и саратосам, они собственно асхабы небеса, они спутники праукали и саратосам, но только не самого его спутники, а спутники, его сунные спутники того, что передано от него, поэтому будьте все время с Ахлюль-Хадис. Будь с Ахлюль-Хадис, потому что Ахлюль-Хадис, люди хадисы, они на прямом пути, потому что у них свет. Будь с ними постоянно, ученый Сидык Хасан Хан, он говорит, С ними сиди, с ними общайся и от них приобретай. И тогда станешь либо мухадисом, знатоком хадиса станешь, либо ты будешь мутатаффелан аля муваид хадисом. Или ты будешь хотя бы гостем за этим столом хадиса, за этим угощением хадиса. Гостем чужим, ты не из Ахлюль-Хадиса, не из утеных хадиса, но ты будешь гостем за этим столом. И если ангелы, они хранители небес, стражи небес, то Ахлюль-Хадис, они хранители земли, они стражи здесь на земле, они, которые охраняют истину, они, которые охраняют сунну. Харун Ар-Рашид, рахмаллаху та'алям, халиф, халиф из Амбасидов, Бан Амбас, Харун Ар-Рашид, он говорит, я начал смотреть, где ложь, у кого ложь найдешь, и понял, что она у рафидитов, ложь у них, и потом я стал искать, а у кого худжа, у кого доводы, где доводы, увидел, что довод худжа о последователь хадиса, ученых хадиса, такие же слова перед Нахшафой, рахмаллаху та'аля, поэтому, братья, все время стремитесь к сунне, учите наизусть, изучайте смыслы, изучайте выводы, ученые говорят, что не только у тебя должен быть в Куране уирт, в Куране уирт, то есть каждый день ты читаешь что-то из Курана, или повторяешь что-то из Курана, и за определенный срок, за неделю, за сколько-то ты что-то прочитываешь весь Куран от начала до конца, каждый день у тебя вирт. Так вот, не только у тебя в Куране должен быть вирт, говорят ученые, но и в сунне у тебя должен быть вирт, и поэтому предшественники, они читали Сахей-эль-Бухари, читали Сахей-эль-Бухари вот так вот, от начала до конца, как человек читает Куран от начала до конца, от фатихи до сурн-наса, они начинали в Бухари от начала до конца, заканчивали, потом заново начинали, заново начинали, Как читают Куран? Изучает, вспоминает, обретает понимание. Субханаллах. Это понимание религии от Аллаха и его посланника. Поэтому что-то читай, что-то запоминай наизусть, что-то изучай из Сунны. Если будешь это делать, то ты все время будешь во благе. Одному человеку из имамов. Ему сказали, посмотри на аглюль-хадис, посмотри на людей хадиса сегодня, как они испортились, как они изменились сегодня. И он ответил, гум аля ма гум алей хайрун нас. Гум аля гум алей хайрун нас. Они, при том какие они есть, все равно самые лучшие из всех людей. Это очень важно. Люди хадиса, сегодня тоже можно слышать, что-то испортили, что-то там изменились, как-то, да. При всем при том, при всем при том, они самые лучшие из всех людей. Они самые лучшие из всех категорий людей. Их фасик, грешник из их числа, лучше, чем поклоняющиеся не из них. То есть, какие там самые поклоняющиеся есть, не из числа людей хадиса, последователей хадиса. Хорошо, самые поклоняющиеся. Все равно человек из последователей хадиса он лучше. Даже грешный из них он лучше. То есть, к чему мы все это говорим? К тому, чтобы вы еще раз осознали, какую великую милость оказал вам Аллах Субханава Тааля. Какой дар вы получили от Аллаха Субханава Тааля. Поэтому благодарите Аллах Субханава Тааля, что Аллах направил вас к хадису. Что Аллах Субханава Тааля даровал вам маджрисы, собрания, в которых вы изучаете хадис. Что Аллах даровал маджрису сунна, собрание сунны. Это великая милость. Предшественники, они очень-очень сильно стремились вот так вот быть в таких маджрисах, в собраниях сунны и быть с людьми хадиса. Почему они стремились быть с людьми хадиса? Потому что у людей хадиса знания и потому что люди хадиса и те, которые за ними следуют в их акиде и в их мангаде, это и есть Аль-Фиркату-Наджия, это и есть спасенная община. Потому что это и есть Алпа и Фатуль-Мансура, победоносная группа. Вот почему так стремились быть всегда с людьми хадиса. Почему? Потому что у них знание. Знание у них. Потому что знание, что такое знание? Сказал Аллах, сказал Пророк, сказали сподвижники. Знание у них. Еще почему? Потому что люди хадиса и те, которые на их акиде и на их мангаде, они та самая спасенная община, которую сказал Пророк Али Сарату Ассалам. Потому что люди хадиса, они самые близкие люди к истине, как об этом говорят улема. Поэтому Пророк Али Сарату Ассалам, он описывая людей хадиса, что сказал Все время будет в моей группе, в моей умме, группа, все время будет в моей общине, группа, которая явно придерживается истины. Не повредят им те, которые идут им наперекор, и те, которые оставляют их без помощи. Имам Ахмад сказал по поводу спасенной общины, вот этой вот, которая все время будет, эта группа, придерживающаяся истины. Что сказал Имам Ахмад? Кто это? Он сказал Если это не люди хадиса, тогда я не знаю, кто это. Имам Ахмаду сказали как-то, мы видим, что некоторые из асхабов хадис, что у них есть какие-то нарушения, какие-то там прегрешения, какие-то нарушения, и он сказал Оставь их, потому что люди хадиса, они все равно идут к благу. Они все равно идут к благу. То есть их путь все равно к благу. Почему? Потому что сунна, она наставление. Потому что через сунну наставляются люди. И вот тут я напоминаю вам то, о чем мы с вами говорили и не раз. Призыв, какой призыв благодатный? Какой призыв дает плоды? Если это призыв основанный на сунне. Через, сказал Аллах, сказал пророк. Через это наставляются люди. Через это люди входят в религию толпами. Не через какие-то рассказы, сценки, постановки, фильмы, крики, завывания, плач. Не через это. Через, сказал Аллах и его посланник. Шейх рассказывал нам историю. Это то, что произошло там, в Бахрейне. Был молодой человек. Молодой человек, который был очень далек от религии. И как-то вот он зашел в мечеть. Так получилось. Решил зайти в мечеть. Зашел в мечеть. Совершил омовение. И как раз было время между Азаном и Ихамой. Он присел, пока ждал намаз. В это время шел урок. Кружок хадиса. Сказал Аллах, сказал посланник. Он посидел немного. Потом после намаза он сел. Подравилось ему. Запарит слова в душу. Сказал посланник Аллах. Сказал посланник Аллах. Запарит слова в его сердце. После намаза он снова сел. И урок был после Ища. Какое-то время еще. Он все время это сидел. Потом стал приходить еще и еще и еще. И уже через какое-то время. Этот молодой человек, который еще недавно в его телефоне, может быть, были еще и говорит номера всех девушек. Бахрейна. Хорошо. Этот человек молодой уже изменился кардинально. На 180 градусов. У него он отпустил бороду. У него короткая одежда. Выше щиколоток. Он который присутствует на намазу. Он который присутствует в кружках знания. Аллаху Акбар. О чем это говорит? Это говорит о том, что самый лучший призыв. Самый плодотворный, благодатный. Это через сунну. Он который дает долгие, прочные результаты. Конечно, можно через какие-то там фильмы, через какие-то веселые мероприятия, там тоже через какие-то экскурсии, что-то собрать толпу людей. Можно. Но это не даст прочный, долгий результат. Будет дава. Твой призыв, мубарак, если будет основан на сунне. Это хадиси об этом. Мы с вами упоминали этот хадис. Помните? Пророк Алей-Саратусам говорит. Любой пророк, ему было дано что-то из знамений, то, что называют чудесами, да? Из знамений, что-то через что приходят к вере люди. То есть всем пророкам давались какие-то знамения. А то, что мне дано, это откровение, которое мне Аллах дал. И я надеюсь, поэтому, что у меня будет больше всего последователей в судный день. Послушайте этот хадис. Всем пророкам давались чудеса. Через эти чудеса, через эти знамения, да, люди приходили к вере. Да. Мое чудо, Пророк Алей-Саратусам говорит, мое знамение, которое мне дано, это что? Это вахи, это откровение. Куран и сунна. Это мое чудо, которое дано Аллаху, субхану, 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 мне. Субхану, 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 толпами. Понятно или нет? Что это, Куран и сунна, они. Они благословенные. Они самое лучшее наставление. То есть причина, почему Пророк Государь, у него будет больше всего последователей. Потому что откровение, которое ему дано, оно до судного дня. Куран и сунна. И благодаря откровению так много последователей. Значит, хочешь, чтобы много было у тебя последователей. Вернее, откликнувшихся на твой призыв. Хочешь, чтобы было много откликнутости на твой призыв Те, которые откликнутся на твой призыв Те, которые через тебя наставятся на путь Значит, должен придерживаться в своем призыве Курана и Сунны Через эти вещи входят люди в религию Аллаха толпами И нет нужды в рассказах, песнях То, что называют умшуды, анашиды Крики, сценки, завывания Многочисленное разглагольствование Держись Сунны в своем призыве Продолжение следует...